Мусор у абонентов все предприятия забирают одинаково. Но вот дальше история у всех разная. По правилам, мусоровоз должен вывести отходы на полигон за пределы города. Но, как стало понятно, после просмотра дорожных камер, так делают только четыре компании. Остальные сбрасывают мусор либо на земли на спарка, либо увозят и выкидывают в селах. Могут и подбросить на контейнерные площадки САХА. Есть и такие, которые договариваются с водителями спецавтохозяйства, и те за деньги перегружают чужой мусор себе. С начала года выявлено и уволено шесть таких водителей. Но этим проблему не решить. Такие предприятия получают с абонентов деньги, а по факту утилизировать мусор приходится муниципалитету. Анатолий Пахомов решил провести серию встреч с руководителями сочинских организаций и настоятельно предложить им заключать договоры только с ответственными подрядчиками. Иначе придется подключиться к внеплановым субботникам. Вот этого мы терпеть больше не можем. Если вы будете продолжать дальше заключать договора с этими ребятами, то мы вас будем возить. И вы будете вывозить с леса, будете вывозить с населенных пунктов и так дальше. То есть этот разговор мы проведем такой, что вы патриоты нашего города и должны правильно понимать. И чтобы было доказательным, все-таки это руководителю, надо будет сказать. Вот себестоимость такова. И меньше ее нельзя. Как можно ее уменьшить? Ну, наверное, ее можно только увеличить. Чем меньше предприятия, тем себестоимость будет больше. Чем больше предприятия, тем себестоимость будет меньше. И больше спецавтохозяйства или сегодня чистой Сочи у нас нет. Также глава города поручил спецавтохозяйству усилить работу абонентского отдела. По итогам прошлого года почти половина вывезенного мусора оказалась бесхозной, то есть никем не оплаченной. В этом году, правда, статистика улучшилась. Только за полтора месяца предприятие заключило 120 договоров с юридическими лицами. Сыридическими организациями.